Менее чем за сутки на центр России выпла три четверти месячная норма осадков. Она может быть превышена уже в воскресенье. Оранжевый предпоследний уровень опасности объявлен сразу в нескольких регионах из-за сильных ливней. В Московском их пик пришелся ночные и утренние часы. Подтопило несколько улиц в столице. А в пригороде можно было наблюдать вот такую картину. Вода бьет оттуда, куда по идее должна стекать. На одном из участков Минского шоссе размыло грунт. Повреждения ликвидируют. Водители просят быть аккуратнее. На Большой Якиманке, Порше на огромной скорости врезался в стол. Кономарку разорвало на части двое погибших. Один из них сын губернатора Иркутской области, который шесть лет назад сам разбился при крушении вертолета. Затоплена целая улица во Владимирской, Тверской, Брянской областях. По прогнозам синоптиков, не стоит ждать улучшения погоды и завтра. В ближайшие сутки дождливая погода на большей части европейской территории сохранится. Будет связано опять же с выходом очередных южных циклонов. На востоке центрального округа мы еще ожидаем местами сильные ливни, грозы, град, порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Московской области очень сильные дожди. За ближайшие сутки может выпасть округа. В Сочи, откуда циклон пришел в центральную Россию, с четверга выпала две месячные нормы осадков. Потоки на улицах были такими мощными, что вода легко сдвигала не только машины, но и дома. Из-за угрозы новых подтоплений и оползней спасатели просят людей быть осторожнее. Сотрудники МЧС на данный момент завершили аварийно-спасательные работы. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Он находится в Сочи. Руководитель ведомства отметил, все службы сработали оперативно. Удалось быстро восстановить железнодорожное сообщение о работу аэропорта.